здравствуйте мне очень приятно быть лектором архея несколько раз была слушателем лекции этого проекта и для меня большая честь и большая радость стать частью команды лекторов вот и надеюсь на сон будет интересно вместе поли тест требует сказать несколько слов о себе я кандидат биологических наук но защищался по специальности довольно далекая трака я занималась очень много лет структурами белков строением белков закономерностями раком стал заниматься только в 2014 году оказавшись в институте кирии тема моя научная была на стыке иммунологии и онкологии я занимался изучением врожден механизмов врожденного иммунитета как они работают в злокачественных опухолях результатом этого явилось несколько неплохих научных статей и две книги одна книга посвященная больше раку хотя тоже с элементами монологии называется кривое зеркало и вторая книга посвященная больше иммунитету хотя тоже с упоминанием о раке это книга невидимый страж ну с вами сегодня мы сегодня и дальше в нашем курсе мы будем говорить о раке хотя тема иммунитета и тем иммунотерапии рака конечно тоже обязательно затронем потому что без нее сейчас никуда готовя этот курс я думал о том что знаете последние месяцы у многих друзей в социальных сетях висят мемы на тему того что чтобы отвлечься от новостей смотрю фильм ужасов чтобы успокоиться вот ну в этом смысле я думаю что разговор об такой страшный и одновременно очень интересные болезни это тоже неплохой способ провести время в наши дни и так сегодняшняя лекция нас обзорная мы поговорим как бы о раке в целом и как-то очень бегло коснемся тех тем которые дальше будем развивать уже более глубоко и детально ну начать хочется придется с истории с терминологии да само по себе слово канцер относится латинское слово канцер относится восходит греческому слову которое обозначало опухоль и язву и краба и это название время дал было дано данному заболеванию гиппократом потому что он отметил что опухоль конечно речь идет уже об опухоли на поздней стадии то что мы сейчас бы назвали третьей четвертой стадии рака а она к ней подходят вены распухшиеся вены и вот эта опухоль на человеческом теле похоже на краба который вцепился в нее всеми своими конечностями в общем образу не откажешь поэтичности а кроме того надо отдать должное гиппократу он заметил одно из качеств злокачественных опухолей которых мы тоже коснемся в этом курсе а именно способности опухоль так сказать обеспечивать себя всем необходимым усиливая рост сосудов это важное неотъемлемое качество опухолевых клеток и опухоли как целого которая имеет большое значение для развития этого заболевания строго говоря а ну и соответственно при переходе в отечественные реалии термин канцер краб был буквально переведен кто у нас в наших краях ближайший аналог краба это рак так так и назвали рак никому это уже давно слух не режет хотя на самом деле сходство такого как сказать по прямого объяснения с какой-то прямой связи между раком заболеваниями строго говоря изначально по-русски словом рак обозначались не все опухоли определенная разновидность опухолей те самые которые в английском языке называются карциномами это опухоли происходящие из клеток эпителиальных тканей не то чтобы это имело какое-то значение потому что в современном русском языке явно есть тенденция также как и в современном английском языке что слово cancer обозначает все онкологические заболевания так и слова рак в русском языке стало синонимом всех онкологических заболеваний ну и мы именно в таковом качестве в качестве полного синонима будем использовать хотя в каких-то медицинских специализированных статьях вы можете вот встретить такое уточнение что вот нельзя вот это называть рак потому что это не эпителиальная опухоль а другая это не карцинома а саркома мы должны называть ее иначе ну это уже такие немножко лингвистические тонкости которые не имеют большого значения собственно я к этой теме обращаюсь только потому что когда у меня книжка вышла один из рецензентов написал ну как же вы можете называть раком все онкологические заболевания ну как то могу языка своя логика и это не то что не есть что-то придуманное мной именно так живой язык сейчас об этой группе заболеваний говорит рак когда рак появился очень давно ну если говорить о людях то мы находим кости первобытных людей с повреждениями которые указывают на саркома на раковое онкологическое поражение костей мы находим египетские мумии соответствующими следами мы находим описание в древнеегипетских медицинских трактатах в древнегреческих трактатах у того же гиппократа о котором уже шла речь о заболевании которые несомненно являются злокачественными опухолями если идти дальше и глубже то даже динозавры болели раком на костях некоторых на окаменелостях некоторых костей некоторых динозавров тоже виднеются следы которые современные исследователи склонны трактовать как следы злокачественных опухолей практически все млекопитающие болеют раком но не с одинаковой частотой и об этом мы тоже поговорим как ни странно те животные от которых казалось бы можно было ожидать что они болеют раком часто например слоны раком практически не болеют вот любимые объекты исследователей мыши крысы болеют раком регулярно ну в общем что к лучшему для нас поскольку они служат моделями для изучения наших заболеваний да прежде чем лечить какие-то опухоли у людей когда разрабатывают лекарства испытывают на модельных животных то есть надо сказать что рак онкологические заболевания это такая глобальная проблема всех многоклеточных и уж точно всех позвоночных которым мы относимся это также для человечества это большая социальная и медицинская проблема тут есть графика табличка которые дают некоторые представления о значении рака нашей жизни на этом графике показано общее число смертей в зависимости от причин за 2016 год абсолютно лидирует сердечно-сосудистые заболевания это инфаркты и инсульты но почетное второе место занимают все возможные разновидности злокачественных опухолей в качестве причины смерти у человечества причем есть страны в которых рак является даже лидирующей причиной смерти то есть это статистика по всему миру а есть страны в которых рак является более частой причиной смерти чем сердечно-сосудистые заболевания как правило это богатые страны в которых хорошая качественная профилактика и диагностика сердечно-сосудистых заболеваний и их число удается сократить дальше идут дыхательные заболевания всевозможные другие заболевания в бедных странах ситуация обратная особенно в тропических странах до сих пор в некоторых в качестве основной причины смертности преобладает инфекционные заболевания все скопом большую роль играет туберкулез туберкулез малярия но в целом если мы посмотрим и говорю на картину по миру то картина сколь ужасная столь оптимистичная мы все умрем насколько она может быть оптимистичной но суть в том что вот все потрясения которые вызывают у нас наибольший отзыв эмоциональный и личностный все то что нас особенно пугает и ужасает на этом графике занимает какие-то довольно слабые позиции вот всего-то меньше около одной десятой доли людей гибнет от пожаров меньше около трех сотых становится жертвами террористических атак всего один процент людей один с лишним процент людей гибнет в на дорогах то есть болезни суициды все другие вещи которые нас так пугают и ужасают занимают относительно скромную роль на этом графике по сравнению с двумя нашими главными убийцами это сосудистыми заболеваниями и онкологическими заболеваниями но если их сравнивать я бы сказала что рак гораздо интереснее для изучения это нисколько не умаляя значение науки сердечно-сосудистых заболевания тем более достижения медицины в этой области сердечно-сосудистые болезни они опасны но просты как такой бандит из подворотни вот есть сосуд он может надорваться это кровоизлияние приводит к нарушению снабжения питательными веществами кислородом что же касается рака то у этой болезни тысячи лиц тысячи разных способов нас убить и нам приходится изобретать такое же большое количество способов чтобы от него защититься на этой табличке самые распространенные виды злокачественных опухолей видно что всего в двадцатом году по миру больше 18 миллионов людей был поставлен новый диагноз рака да то есть это добавок к тем людям кто уже болел той или иной разновидностью рака это на это время эта табличка может дать некоторые неплохое представление о том на каких принципах строится онкологические чекапы да что нужно у себя проверять в среднем самый большой риск на себя вот пять органов где чаще всего встречается злокачественные опухоли и которые по достижению там определенного возраста 40-50 лет имеет смысл регулярно проверять самая частая болезнь самая распространенная разновидность онкологических заболеваний это рак груди у женщин это рак легких но в эту статистику большую часть вносят курильщики или люди работающие на каких-то опасных производствах связанных с вдыханием вредных опасных веществ дальше идет рак кишечника толстой кишечки рак простаты у мужчин и рак желудка рак желудка опять же коррелирует с рядом инфекции например с инфекцией с язвенной болезнью желудка которую все еще и вызывает бактерии хеликобактер пилори в принципе неплохо поддается профилактики в наше время ну вот это те самые органы системы органов которые имеет смысл регулярно себя проверять другие раки тоже разумеется встречаются но гораздо реже конечно когда речь идет о болезни всех сразу интересует вопрос а как остаться здоровым на что влияет на болезнь как остаться здоровым особенно это касается в рака потому что относительно этого заболевания относительно онкологических заболеваний постоянно обсуждается тема сказать а что приводит к раку а что защищает от рака и так далее вот есть такой замечательный институт в америке nationals cancer institute у них есть сайт с которого я взяла список тех факторов риска которые сейчас мировая наука считает самыми важными самыми значимыми правда почему-то они добавили этот список факторов еще какую-то странную общие мифы и заблуждения о раке мы будем считать что мифы и заблуждения сами по себе еще никого не убили поговорим о действительно факторах риска а основным фактором риска является возраст его я сейчас пропущу поскольку они мы потом поговорим отдельно а давайте пойдем по всем остальным фактором риска это алкоголь который является фактором риска для особенно крепкий которая является фактором риска для развития опухолей ротовой полости, глотки и так далее. Это всевозможные канцерогенные вещества, о которых мы тоже еще немного отдельно поговорим, но тем не менее какие-то вредные вещества, которые вызывают изменение клеток, так что они становятся злокачественными. Хроническое воспаление, питание, относительно гормоны, угнетение иммунитета, инфекция, ожирение, радиация, солнце и табак. Факторы собраны в алфавитном, в оригинальном английском тексте, просто в алфавитном порядке, и этот порядок, конечно, не отражает их относительной важности, относительного вклада. То есть питание, в общем-то, является достаточно слабым фактором, хотя есть данные о том, что да, там диета с преобладанием красного мяса, она может способствовать возникновению рака кишечника, что там нарушение баланса между слишком жирной и слишком острая пища. В свою очередь, нехорошо сказывается на пищеварительной системе и так далее. Что нам тут интересно? Тема гормонов, мы ее затронем отдельно. Давайте поговорим о таких, казалось бы, разных вещах, как алкоголь, канцерогенные вещества, хроническое воспаление, инфекции, радиация, солнце, табак. Ну, канцерогенные вещества, это, как правило, вещества, вызывающие мутации. Собственно говоря, для того, чтобы нормальная клетка превратилась в раковую, в ней должно произойти несколько мутаций. На всякий случай, поскольку напоминаю, что у нас есть наследственность, у нас есть гены, которые состоят из ДНК. И нарушения в ДНК в наших генах называются мутациями. Подробнее тему мутаций, их влияние в раке и значения для рака мы будем разбирать на следующей нашей лекции. Но без самого этого понятия мутация при раке все равно никак не обойтись. Вот. Поэтому, опять же, тему мутации пока отложим. Да, да, есть вещества, которые нарушают ДНК и вызывают мутации. Эти вещества, как правило, вызывают и рак. Есть также явления, которые вызывают, нарушают, способны нарушать, разрушать ДНК, таким образом вызывать мутации. Это к этим явлениям физическим факторам относится радиация, а относится солнечное ультрафиолетовое излучение. Это как бы одна тема. Но в каком-то смысле это яркая, но может быть даже менее важная часть факторов, которые влияют на появление рака, чем другие менее выразительные факторы, как хроническое воспаление, инфекции. Что общее у всех этих факторов? Алкоголь, странно, идет сюда же. Что общее у этих факторов? Солнце, кстати, тоже отчасти идет в обе копилки. Они разрушают, клетки. Алкоголь, крепкий алкоголь, это сильный раздражающий фактор. Хроническое воспаление, это значит, у вас там что-то, какая-то часть тканей постоянно разрушаются. На солнце мы получаем солнечный ожог, кожа обгорает. То есть общего у этих факторов то, что они разрушаются, клетки, что у нас разрушаются клетки. Как реагирует наш организм на разрушение клеток? Он начинает восстанавливаться. Если у нас есть рана, начинаются процессы регенерации. Все, кто хоть раз резал палец, обгорал на солнце, знает, вырастает новая кожа, рана зарубцовывается и так далее. Это нормальный физиологический процесс. Но если этот процесс становится хроническим, если рана возникает снова и снова, если воспаление становится хроническим, если кожа обгорает на солнце снова и снова, то вот это хроническое, если крепкий алкоголь разрушает эпителиальные клетки во рту, снова и снова, то вот это создает ситуацию, которая потенциально является канцерогенной. Это складывается из двух факторов. Во-первых, у нас начинается процесс регенерации. Клетки, чтобы заполнить эту рану, начинают интенсивно делиться. А мы дальше поговорим и увидим, что чем больше клетки делятся, тем больше шанс, что в них появится какая-то ошибка. А любая ошибка, а чем больше шанс, что появится какая-то генетическая ошибка, мутация, да, тем больше шанс, что эта мутация может оказаться прораковой, онкогенной. Это один момент. И второй момент, чтобы вот этот самый цикл восстановления запустить, организм начинает синтезировать специальные вещества, те самые факторы роста, те самые гормоны, которые стимулируют клетки делиться. И вот хронический избыток этих веществ в сочетании с какими-то случайными мутациями может оказаться тем самым набором факторов, которые могут запустить превращение нормальных клеток в трансформированные, а потом и в злокачественные раковые клетки. Довольно странно здесь для многих может быть выглядит ожирение, но в последнее время появляется все больше данных, что действительно избыточный вес является важным фактором развития рака. Вклад его состоит в двух пересекающихся областях, лишь в двух пересекающихся областях. Но суть в том, что те представления, которые были до недавнего времени, что жировая ткань, ну это такое депо, да, как это самое, запас. То есть что-то совершенно инертное. То есть мы синтезировали жир, когда там было много еды, а потом стало еды мало, мы его расходуем, а все это время он там просто лежит у нас, так сказать, в отложениях и ни на что не влияет. Оказалось, что это, в общем-то, наивное и далекое от истины представление. И на самом деле жировая ткань обладает довольно-таки большой активностью, физиологической активностью. И активность эта двоякая, что с одной стороны жировая ткань синтезирует всевозможные гормоны, особенно женские, поэтому ожирение вносит большой вклад в повышение риска таких гормон-зависимых опухолей, как рак молочной железы, рак груди. А с другой стороны, ожировая ткань при избытке синтезирует воспалительные факторы, то есть создает вот этот самый фон хронического воспаления в организме, который тоже благоприятствует тому, чтобы происходило перерождение нормальных клеток злокачественных. Ну, вот это такой короткий обзор про табак. Я думаю, все более или менее слышали, что он канцероген, что он разрушает. Но опять же, с одной стороны, он содержит вещества канцерогены, которые вызывают мутации в клетках ледких. С другой стороны, он является раздражающим фактором, разрушающим легочную ткань, создающим в ней вот эти самые очаги хронического воспаления. И отделить одно от другого довольно сложно. То есть оба фактора вносят свой вклад в то, что табакокурение существенно повышает риск рака легких и других раков. Но точно так же фактором риска является, например, хроническая очень горячая еда. Еда сама по себе не канцероген, но горячая температура является повреждающим фактором. И у людей, которые постоянно едят очень горячую пищу, то есть устраивают себе, если так выражаться, хронический ожог пищеварительной системы, тоже выше рак развития опухолей, например, в ротовой полости. То есть я хочу, чтобы вы уловили логику. То есть речь... Список агентов может поменяться в следующем издании сайта, но есть некая логика. Есть агенты, которые повреждают нашу ДНК, вызывают мутации, и есть агенты, которые просто повреждают клетки ткани. Но когда это воздействие хроническое, то это приводит к ситуации, которая тоже благоприятствует развитию рака. Поэтому любое хроническое заболевание, любое хроническое воспаление, это вообще-то говоря, является фактором риска развития рака. Поэтому, когда там говорят о профилактике рака, да, ходить к врачу, да, проверять то, другое, третье. Но, вообще-то говоря, прилечить имеющиеся хронические инфекции, воспаление, если это возможно, это тоже важный фактор, который позволяет себя обезопасить от злокачественных опухолей. Ну, отчасти обезопасить. Полной гарантии в данном случае, к сожалению, не дает никто. Почему это так? Мы там дальше. Мне бы хотелось остановиться отдельно на вот этом самом пункте про канцерогенные вещества, в самом широком смысле этого слова, потому что, к сожалению, когда говорят о раке, люди склонны, как мне кажется, преувеличивать значение этого фактора, скажем так, придавать ему больше значения, чем он того заслуживает, за счет того, что игнорировать другие факторы, которые, может быть, больше заслуживают внимания. Есть такое расхожее мнение, что вот рост числа злокачественных заболеваний, а он действительно наблюдается во всем мире, он связан с тем, что в нашей жизни стало много химии. То ли дело в старые добрые времена, когда все было такое натуральное. Об этом мне хотелось бы сказать следующее, что с одной стороны, да, безусловно, нас сейчас окружает огромное количество искусственно созданных материалов, огромное количество химических субстанций, мы принимаем огромное количество лекарств, мы пользуемся бытовой химией, косметикой, мы мажемся всевозможными кремами и лишь отчасти представляем себе их состав, а даже если можем с ним ознакомиться, ну, в общем-то, длинный список химикатов нам ни о чем не говорит. Это правда. Но правдой является также то, что все вещества, которые поступают на рынок сейчас, они все-таки проходят довольно основательную проверку на безопасность. В то время как в замечательные старые добрые времена люди возились с совершенно дикими, опасными веществами и никого это не волновало. Вот. Я здесь приведу только два примера. Один не имеет прямого отношения к раку, но просто, так сказать, несколько развеивает флюр добрых старых времен, а второй имеет прямое отношение к теме нашего разговора, да. Вот. Спички. Спички. Фосфорные спички, изготавливаясь на фабриках в 19 веке. И там типичной болезнью, профессиональной болезнью работников было вот такое страшное заболевание. Некроз. Костей под влиянием белого фосфора. Белый фосфор – это страшный яд. Вот. Если вы следите за какими-то военными новостями, то периодически разные воюющие стороны в разных странах себя обвиняют в противниках в том, что те использовали против них фосфорные снаряды. И они как пример использования запрещенного вооружения. Вот. Вот. А люди находились в такой атмосфере днями. У них начинали буквально заживо гнить кости, а это были все больше молодые девушки. Вот. И они либо уходили из фабрики калеками, либо, так сказать, если некроз заходил достаточно далеко, просто погибали. И так продолжалось не одно десятилетие, пока наконец-то врачи и эпидемиологи не стали бить, так сказать, во все трубы. И общество не добилось того, чтобы от использования белого фосфора при изготовлении спичек отказались. Но прошло не одно десятилетие. И не одна сотня тысяча молодых девушек заболело и погибло от этих веществ. Сейчас представить себе такую ситуацию, ну, довольно-таки сложно. Второй пример. В 18 веке английский хирург Перси Вальпот описал злокачественную опухоль. Она развивалась у молодых людей, между которыми было очень мало общего, за исключением одного. Они все в детстве работали трубочистами. Ну, кто читал Диккенса, кто читал, так сказать, других классиков английской литературы, кто помнит какие-то классические фильмы, да, в трубы залезали маленькие мальчики. Это была профессия, то есть были взрослые трубочисты, которые чистили какими-то щетками, так сказать, снаружи. Но основная роль была у маленького мальчика, который мог буквально протиснуться в дымоход и прочистить, пробить слои сажи изнутри. То есть на эту работу брали мальчиков 7-8, и работали они лет до 10-12, потом они вырастали, кто-то из них оставался трубочистом, кто-то занимался, начинал заниматься какими-то совсем другими делами. Но у многих из них уже во взрослом возрасте, лет 20-25, развивалась опухоль, которая называлась сажевая бородавка. То есть она развивалась на коже, в основном на коже мошонки, приводила к раку яичников, яичек, простите, и много молодых людей от нее погибали. Причем врачи знали, люди сами давно заметили связь, это сказать, что это связано с трубочистами. Но очень долгое время этим никто не занимался, потому что, ну а что там эти бедные молодые люди, наверное, они ведут не слишком нравственный образ жизни. Очень долго считалось, что это вообще какая-то разновидность генерического заболевания. И вот только Перси Вальфот вплотную заинтересовался этой проблемой и смог доказать, показать связь между развитием такой опухоли и тем, что дети занимаются, работают как трубочисты, и в это время, когда они там ползают по этим трубам, сажа попадает на разные участки их кожи, а сажа, как в продукте неполного сгорания древесины, очень много разных канцерогенных веществ. Ну, само слово канцерогенный тогда еще не было известно, и так далее, но он обосновал связь, что дети, которые в детстве занимались этим трудом, имеют большую вероятность во взрослом возрасте, что у них появится это заболевание, а оно во многих случаях оказалось смертельным. В конце концов, опять же, прошло почти, понадобилось почти 100 лет, чтобы добиться полного запрета детям на такую работу. Ну, потом, в конце концов, появились другие источники отопления у нас и так далее. Но, опять же, мы приходим к тому, что старые добрые времена, соприкосновение с самым, что ни на есть, натуральным продуктом, что сажа, что может быть натуральный продукт сгорание древесины приводило к тому, что люди болели и умирали. Сейчас, повторюсь, любая бытовая химия, любое новое химическое вещество, от которого предполагается, что оно будет часто соприкасаться с человеком, оно проходит, как минимум, проверку на мутагенность, то есть на способность вызывать мутации, и если это лекарства или косметические средства, то еще целый ряд проверок, чтобы убедиться, что оно не вызывает рак, ну, и также других медицинских проблем. Эти проверки, может быть, не всегда одинаково хорошо срабатывают, но, по крайней мере, они есть. То есть, да, вокруг нас сейчас больше химии, но эта химия гораздо лучше проверена в безопасность, чем в старые добрые времена. И в этом смысле она относительно безопасна. И я думаю, что страх перед химией, в сроком смысле этого слова, он достаточно мало обоснован в наше время. При этом есть совершенно реальный риск, который остается, так сказать, где-то за порогом восприятия современного общества, и почти никем не обсуждается, кроме экологов и зеленых. А он, между тем, на мой взгляд, потенциально может привести гораздо больше вреда. Он тоже связан с химией, но как раз с той химией, которая обычно никого не пугает. Пластиковые бутылки. Никого не пугают пластиковые бутылки. Все их покупают, все их выбрасывают. И это приводит к тому, что в мире накапливается огромное количество микропластика. То есть мы покупаем бутылки, мы их выбрасываем, они где-то там измельчаются, рассыпаются, но рассыпавшись в мелкую труху, пластик все еще остается пластиком. Он не разлагается, он очень медленно разлагается, он очень медленно включается в естественные природные циклы. Он не является нормальной пищей, в отличие от древесины, например, ни для грибов, ни для бактерий. Он остается, он постоянно присутствует в окружающей среде, а с ней он возвращается к нам. Тысяча тонн пластиковых бутылок плавает в Мировом океане, они измельчаются, они попадают в рыбу, которую мы едим, они улетают с... попадают в воду, которую мы пьем, микрочастицы пластика постоянно присутствуют в воздухе, которым мы дышим, если мы находимся в городе. И как закономерно ждать, мы находим его уже в человеческом теле, тело современного человека, буквально нашпиговано маленькими частицами пластика. Насколько это опасно? А вот вопрос. То есть совершенно очевидно, что это не настолько опасно, как, ну, например, вот было такое вещество, азбест, которое использовали, для которого было показано, что азбест является сильным канцерогеном, и от его использования в открытых строительстве отказались. То есть пластик не является сильным канцерогеном, иначе бы мы это уже увидели и почувствовали. Но в то же время есть все основания полагать, что вот этот самый микрочастицы пластика, что они раздражают ткани внутри нашего тела и вызывают то самое состояние хронического воспаления. Есть основания полагать, что на этих частицах накапливаются также всевозможные соединения, соли тяжелых металлов и так далее, которые отравляют наш организм, которые являются потенциальными канцерогенами. Но это все слабые эффекты. Они, может быть, дают только какие-то доли процента прироста в чистоте онкологических заболеваний сейчас. Проблема в том, что именно из-за своей слабости этот эффект сейчас, как сказать, он не контролируется. То есть в общем пластик безопасен, но его становится все больше и больше и больше. И вот этот микроэффект, который сейчас дает, может быть, какие-то доли процента всего в приросте онкологических заболеваний, которые, может быть, даже не детектируем уверенно современными методами, статистическими, в перспективе может оказаться гораздо более вредным, чем вред от всех тех действительно вредных веществ, которые мы держим под контролем. Потому что пластик, мы, к сожалению, под контролем не держим вообще. Его становятся все больше и больше. И в какой-то момент количество может перейти в качество. в какой-то момент мы можем столкнуться с резким всплеском онкологических заболеваний, связанных с присутствием микропластика, а поделать с этим мы почти ничего не сможем, потому что он уже везде. И для меня это пример того, что, концентрируясь, концентрируя свое внимание на каких-то опасных, но контролируемых вещах, мы можем, может быть, испускаем из вида какие-то вещи менее опасные в данный момент, но которые могут стать гораздо более опасными в перспективе именно за счет того, что мы их не контролируем. И все-таки из всех факторов риска для рака основным является возраст. Частота онкологических заболеваний растет с возрастом, хотя, как всегда в биологии, биология – это наука про то, что все не так однозначно. В биологии вы что-то говорите, а вот это так. А потом говорите, но есть исключения. То есть в общем и целом видно, что частота онкологических заболеваний растет с возрастом. И пик приходится где-то на возраст больше 70 лет. Но при этом есть отдельные онкологические заболевания, так называемые ювенильные опухоли, которые встречаются только у детей. В числу таких опухолей относятся, например, нейробластома. Тут видно, что вот эта опухоль наиболее часто встречается у детей младшего возраста, редко у подростков, а у взрослых людей почти совсем не встречается, является очень редкой. Так что тоже есть свои нюансы, но тем не менее общая закономерность такова. У молодых людей онкологические заболевания редки, у пожилых людей они встречаются чаще. И про это, собственно, говорят онкологи-оптимисты, говорят о том, что у каждого есть свой рак, просто не все мы до него доживаем. Поэтому вот тот самый рост заболеваемости онкологическими заболеваниями, которые действительно наблюдаются последние десятилетия, он, в общем-то, гораздо лучше объясняется ростом средней продолжительности жизни по всему миру, чем ростом использования химических продуктов. Просто те люди, которые раньше умирали где-то вот здесь от каких-то других причин не связанных с опухолями, стали доживать до 60, до 70, до 80 лет, то есть стали попадать вот в эту группу, где вероятность возникновения ракового заболевания уже достаточно высока. С чем же это связано? Почему? С возрастом мы чаще болеем раком. Это не тот вопрос, на который есть один ответ. На него есть целая группа ответов. Один из возможных ответов, точнее, один из частичных ответов заключается, например, в том, что развитие опухолей по меньшей мере частично контролируется нашей иммунной системой. Точнее, наша иммунная система способна держать опухоли под контролем. А иммунная система с возрастом слабеет. И на это есть объективные причины и механизмы. Об этом мы поговорим на той лекции, которая будет посвящена онкоиммунологии и иммунотерапии рака. Но все-таки основная причина, по которой возраст имеет такое значение, она простая и одновременно печальная. В 2015 году была опубликована статья, которая прямо-таки очень нашумела в онкологических кругах, которая рассматривала рак как bad luck, плохое везение. По-моему, все-таки я неправильно написала. Bad должно быть через A. У меня получилось постельное везение, что, наверное, не совсем передает смысл. Исследователи сделали, предположили буквально следующее, что, ну, собственно говоря, уже было из-за неких общих соображений было видно, что рак встречается чаще в тканях, которые интенсивно делятся. Вот, но это оставалось рядом наблюдений, они построили просто вот такой график зависимости для разных типов клеток, в разных типах клеток есть, можно рассчитать количество делений, которые эти клетки проходят в течение жизни человека. и можно и для опухолей, которые из этих клеток развиваются, да, также из статистики, из эпидемиологии можно рассчитать риск развития заболевания. И вот они показали, что существует такая хорошая корреляция, что риск тем выше, чем больше клетки делятся. То есть все вот эти вредные факторы среды, они, конечно, вносят свою лепту, вносят свою лепту еще и наследственность, о чем мы тоже поговорим. Есть некоторая доля опухолей, которые являются наследуемыми, есть некоторая доля опухолей, связанные с инфекциями, есть опухоли, связанные с точно связанные с воздействием факторов внешней среды, как рак легких, совершенно точно связан с курением в сообществах, где люди не курят, это исключительно редкое заболевание, оно встречается, но очень редко. Но, тем не менее, основным фактором является фактор везения, точнее, не везения, точнее, случайности, а именно, чем чаще ваши клетки делятся, любые клетки делятся, тем больше в них вероятность возникновения ошибки. И чем больше вероятность возникновения ошибок, мутаций, тем больше вероятность возникновения рака. Это печальная для нас новость, потому что она означает, что даже если мы будем жить в совершенно идеальном мире, без воздействия каких бы то ни было канцерогенных факторов, вести идеально здоровый образ жизни, и при этом еще позаботимся даже о неком генетическом редактировании, и не будем наследовать плохие гены, так сказать, приводящие к раку от своих предков, все равно вероятность рака уменьшится, но не так сильно, как хотелось бы, и она, безусловно, не останется равной нулю. То есть это такое наше, некоторое проклятие многоклеточности. В частности, они построили еще второй рисунок, на котором показывают, что по их оценкам число опухолей, в которых внешние факторы имеют роль, например, как рак курильщиков, да, так сказать, оно относительно невелико по сравнению с опухолями, в которых главным фактором риска является именно частота деления клеток в данной ткани. Эту работу критиковали. Есть некоторые вопросы к методологии и так далее. Ее можно уточнять. Я бы сказала так, что глобально этот вывод не подвергается сомнению. То есть рак – это наша плата за многоклеточность, это наша плата за ошибки, которые неизбежно происходят при делении. И в таком контексте становится понятна связь рака с возрастом, по крайней мере отчасти, да, потому что в течение жизни чем больше клетки делятся, тем больше в них будет накапливаться каких-то ошибок, тем больше шансов к тому, что в итоге в какой-то клетке окажется достаточно количество совпадений нескольких мутаций, которые могут привести ее к раку. Это такое базовое объяснение, оно усложняется целым рядом других факторов, например, фактором иммунной системы и так далее. Но тем не менее оно вроде бы на данный момент не вызывает сомнений. То есть рак – это часть нашей природы, если хотите. Это не значит, что с ним нельзя бороться, с ним можно бороться, с ним нужно бороться, но это все очень непросто, потому что он встроен в нашу систему. Однако же хорошая новость заключается в том, что сейчас мы знаем, что есть многоклеточные животные, которым как-то уходится, удается обходить разными путями. Это проклятие, я уже упоминала слонов, которые при их размерах должны были болеть раком гораздо чаще людей. Ну просто понимаете, что и слон, и человек, мы все образуемся из одной яйцеклетки. Но чтобы из одной яйцеклетки образовался 80-килограммовый человек, и чтобы из одной яйцеклетки образовался, забыло сколько, на многотонный слон, клетка должна разделиться больше раз, чтобы получился слон. Чем больше делятся клетки, тем больше риск ошибок, то и слоны должны болеть раком больше, чем люди. Но нет, они болеют раком гораздо легче. Есть определенные механизмы, которые это объясняют. То есть это проклятие, его потенциально можно обойти. И над этим работает множество ученых во всем мире СИЧИКС. Ну вот мы все говорим рак, 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 болезнь, болезнь, болезнь. Но настало время сказать правду. Рак это не болезнь. Рак это как простуда. В каком смысле, да? Что такое простуда? Это некий набор симптомов. Мы кашляем, у нас повышается температура, течет из носа, слезятся глаза. Приходит врач, говорит, это ОРЗ. Или мы сами себе говорим, это простуда. Что является причиной этого заболевания? Какой-то один, одна бактерия, какой-то один вирус. Ничего подобного. Причиной ОРЗ могут быть и вирусы, и бактерии, и грибки даже в некоторых случаях. Это собирательное название, которое мы эмпирически, так сказать, объединяем в одну группу, потому что симптомы похожи. Но, когда лишь доходит о лечении, да, может оказаться очевидно, что это могут быть очень разные заболевания. То есть, если простуда вызвана вирусом, то ее бесполезно лечить с помощью антибиотиков. А вот если это острое респиратурное заболевание вызвано бактерией, тогда, наоборот, прием антибиотиков может облегчить ситуацию. С раком ситуация где-то как-то похожа. Рак, конечно, это не простуда в смысле последствий, но это также не одна болезнь, а целая группа заболеваний. И, когда я готовилась к этой лекции, я подумала, пожалуй, впервые сама задумалась о том, что в сущности рак можно рассматривать как некий очень интересный пример конвергенции. Может быть, вы помните из школьного курса биологии вот такую картиночку, похожую, да, конвергенция. Когда у разных групп организмов, которые живут в похожих условиях, получается похожий набор признаков. Ну вот любят в этом смысле приводить водоплавающих животных, потому что действительно вот ихтиозавр, дельфин и акула – это три разные группы организмов. Рептилии, млекопитающие рыбы, весьма далекие друг от друга в эволюционном смысле. Но при этом обладающие похожей формой тела, похожей манерой движения, в чем-то даже похожим пищеварением. Вот рак, как явление, тоже является примером такой конвергенции, только на молекулярном и на клеточном уровне. Потому что мы с вами дальше увидим очень разные мутации, то есть очень разные причины могут вызывать рак. И на самом деле это большая и очень интересная научная загадка, лишь отчасти разрешенная на данный момент. Каким образом такие разные мутации приводят к такому похожему фенотипу. Вот я вожу здесь два слова, которые нам потом еще не раз понадобятся в курсе наших лекций. Это генотип и фенотип. Генотип это гены. Это все гены нашего организма или все гены данной клетки, в зависимости от того, что мы рассматриваем. А фенотип это то, как эти гены себя проявляют, ну так сказать, внешне. Ну если мы говорим о человеке, то ваши гены, это генотип, а то, что у вас голубые глаза, темные волосы, высокий рост или наоборот низкий рост, это фенотип. Это то, как ваши гены проявили себя в конкретных условиях вашей жизни. В случае клетки, да, все клетки нашего организма обладают одними и теми же генами, у них у всех одинаковый генотип, но при этом они ведут себя по-разному и выглядят по-разному. Мышечная клетка выглядит не так, как клетка печени, нейрон выглядит не так, как клетка кожи. Генотип у них одинаковый, а фенотип, то, как они живут, действуют в организме, они различаются. Вот точно так же можно говорить о раковом фенотипе. И вот интересная научная загадка заключается в том, что как настолько разные генотипы, какие бывают у раковых клеток, с некоторыми, по крайней мере, мы ознакомимся, дают один и тот же фенотип. Не совсем один и тот же, но похожий. И как при этом клетка, эти разные опухоли, каждый по-своему находит свой способ приспособиться к условиям существования в организме, потому что опухоль по отношению к организму является таким своего рода паразитом. Из чего же состоит раковый фенотип? Ну, самая заметная часть опухоли у фенотипа, это, собственно, разрастание тканей. Собственно, то, что мы называем опухолью, или в случае, если речь идет о, так называемом, том, что мы называем рак крови, это деление клеток крови. Но это еще не раковый фенотип. Возможно, вы слышали про то, что опухоли бывают доброкачественные и злокачественные. Это такое чисто эмпирическое наблюдение. То есть вот жили себе люди еще до всякой молекулярной биологии, что-то у них начинало расти, какие-то опухоли, какие-то бородавки, которые, собственно, тоже опухоли, папилломы и так далее. Вот, и что хирурги эти опухоли удаляли или прижигали. А дальше вариантов было несколько. Либо эта опухоль благополучно исчезала, ее отрезали, зажило, рана зажила, затянулась, все, человек живет спокойно дальше. Или же эта опухоль имела тенденцию распространяться по организму, или же эта опухоль имела тенденцию возвращаться. Ты ее отрезаешь, а она через месяц, через два вырастает заново. Вот именно вот эти два качества, способность к рецидивам, высокая вероятность рецидива и способность распространяться по организму, способность к метастазированию делают опухоли злокачественными. Не рост как таковой и даже не скорость роста. Бывают доброкачественные опухоли, которые достигают огромных размеров. Я помню там какие-то истории про людей, которым там отрезали по несколько килограмм каких-нибудь, миом и так далее. Но пока опухоль не распространяется по организму, мы считаем ее доброкачественной. Если опухоль после изничтожения хирургическим путем, скорее всего, не возвращается, то она тоже, скорее всего, доброкачественная. Тут уже, возможно, нюансы. Может, мы просто вовремя успели, там будут другие подробности. Уже на клеточном уровне. Но вот раковый фенотип – это сочетание трех качеств. Деление, распространение и рецидива. Но это такой, так сказать, взгляд медика, скорее, чем биолога. Это то, как врачи описывали это явление, онкологические заболевания. То, как они обобщали свой опыт работы с больными. Но когда опухоль стали изучать ученые, биологи, медики, молекулярные биологи, но стали изучать ее уже, что называется, на клеточно-молекулярном уровне, они увидели множество других закономерностей, свойств у этих клеток. И в какой-то момент даже немножко в этих свойствах запутались. Как я уже сказала, когда стали изучать мутации, связанные с опухолями, оказалось, что мутаций очень много разных. Когда стали изучать какие-то разные свойства опухоли, оказалось, что за вот этим вроде бы общим явлением, которое мы называем словом опухоль, находится столько разных молекулярных механизмов изменений и нарушений, что люди просто растерялись. Исследователи просто растерялись. То есть появилась потребность в каком-то обобщении всего того, что мы знаем. А знания прирастали, продолжают прирастать с ужасающей скоростью. Вот и возникла необходимость как-то вот эти новые знания упорядочить. Многие на это думали над этим, многие на это претендовали. Но в 2000 году вышла статья, которая стала просто такой основополагающей в молекулярной онкологии. Написали два замечательных человека, Дуглас Ханхан и Роберт Вайнберг. Каждый из них является там мэтром, суперметром молекулярной онкологии. Они попытались объединить то, что мы знаем о раковых клетках и предложили концепцию, которую они назвали Hallmarks of Cancer. Ключевые признаки рака. Суть этой концепции в том, что есть некие признаки, характерные для рака, для онкологических заболеваний. При этом не обязательно в каждом конкретной опухоли будут все эти признаки. Возможны варианты. Но их наличие, скажем так, позволяет нам оговорить о большей или меньшей злокачественности заболевания. Потому что тоже то, что я сказал, доброкачественное и злокачественное, это как бы два крайних полюса, которые не так уж строго друг от друга ограничены, как мы дальше увидим. Они способны, опухоль способна переходить из более доброкачественного в более злокачественное состояние. Со временем это называется эволюция опухоли. И вот они предложили шесть ключевых признаков рака. И, собственно говоря, вот по этой концепции ключевых признаков рака мы как-то с вами будем двигаться в ходе нашего курса. Детально мы сейчас на них останавливаться не будем, но все-таки назовем. Мы уже здесь видим инвазию, способность клеток к инвазии и метастазированию, о котором я говорила. Мы видим способность клеток усиливать рост сосудов. Это особенность, которую подметил еще Диппократ, которая важна для понимания физиологии опухолей. Бессмертие опухолевых клеток. Имеется в виду тот факт, что обычная здоровая клетка способна делиться ограниченное количество раз, а потом умирает. Это так называемый предел хайфлика. А вот раковая клетка способна делиться бесконечно. Вот это репликатив имморталити про это. И, наконец, особое состояние раковых клеток, которые, собственно, приводят к росту ропухоли, заключается в том, что нарушается баланс между двумя процессами. Процессами клеточного деления, которые активируются и одновременно угнетаются процессы клеточной смерти. То есть жизнь любого организма – это баланс между ростом и делением новых клеток и смертью старых клеток. Ну, может, вы слышали эти расхожие, не очень точные утверждения, что весь наш организм обновляется за 7 лет. Не совсем так. Но суть в том, что в нормальном организме клетки делятся тогда, когда нужно заместить. Новые клетки появляются в результате деления тогда, когда нужно заместить старые клетки. Если мы говорим о взрослом организме. В детском развивающемся организме они делятся с некоторым избытком, обеспечивая рост и развитие. Но, опять же, это все сбалансированные вещи. Рост и развитие одних органов балансируется. Ткани сбалансируются утратой других. Например, ну, пример не из человека. Может быть, из лягушки будет более понятным. Да, вот когда из головастика развивается лягушка. Да, с одной стороны, у нее отрастают лапки. А с другой стороны, у нее растворяется хвост. Вот пример растворения лягушачьего хвоста. Это как раз пример регулируемой клеточной смерти. Так вот, у раковых клеток не только усиливается деление клеток, но еще и ослабляется регуляция клеточной смерти. И это тоже очень важно для понимания механизма возникновения опухоли. В 2000 году я сама еще раком не занималась. А в 2011 я занималась уже опухолей. И помню, как коллега принес вот эту статью с обновленными ключевыми признаками рака. И, наконец, в прошлом году вышла еще одна статья, где список еще дополнили. В свете самых модных, самых последних открытий. Не знаю, насколько, так сказать, в какой-то момент мне кажется, что число понадобится опять сократить. Потому что частично, на мой взгляд, эти признаки начинают перекрываться, перекликаться друг с другом. Но, тем не менее, что добавилось в 2011 году? В 2011 году в качестве ключевого признака рака добавилась способность опухолей избегать иммунного контроля. И одновременно опухоль, зависимое воспаление. Ну вот, опять же, дело вкуса. Я бы так объединила эти два признака в один, поскольку они оба имеют отношение к иммунному ответу при раке. Но каждый видит по-своему. Добавилась также геномная нестабильность и мутации. Это важнейшая часть опухолевой биологии, про которую мы будем говорить как раз на следующем занятии. И добавилось такой признак, как нарушение клеточного метаболизма. То есть стало понятно, что такой особый образ жизни, который ведут злокачественные опухоли, требует совершенно особого обмена веществ, без которого опухолевое перерождение невозможно. Ну и что добавилось в этом году? В прошлом году добавилась еще эпигенетика. К генетике добавилась еще эпигенетика. Это сложная тема, мы ее почти не будем касаться, но немножко поговорим про нее тоже. Добавились микробы, микробиомы. Все больше и больше вообще изучение микробов, значение бактерий и вирусов в нормальных функциях нашего организма. Все больше является одним из основных направлений молекулярной биологии. Сейчас и показано, что микробиомы, микробные сообщества нашего организма играют важную роль в развитии и в регуляции рака. А сенессенсные клетки, клетки спящие, переставшие размножаться. И, наконец, пластичность фенотипа. Мы говорили, пластичность проявлений в раковых клетках. Но об этих новейших холморках мы, наверное, особо говорить не будем. А вот про иммунную регуляцию, про воспаление и особенно про геномную инстабильность мы в нашем курсе будем говорить много и подробно. Очень долгое время рак лечили исключительно хирургическим путем. Но сейчас, я думаю, что вы все знаете, что существует большое разнообразие химиотерапий и различают старую классическую химиотерапию и новые терапии, которые направлены на конкретные разновидности рака, которые называются таргетная терапия. Об обоих подходах мы поговорим. Но сейчас мне бы хотелось остановиться просто на проблеме лечения рака, которая, может быть, не до конца все осознают. Почему рак сложно вылечить? Ну хорошо, мы его не можем полностью удалить, потому что остаются какие-то там раковые клетки, которых мы не в состоянии различить и вырезать всех. Но почему мы не можем раковые клетки просто убить? Почему нужно так много разных видов химиотерапии? Мы знаем, что не все и не всегда они помогают. Почему все время появляются новые и новые лекарства? Почему это так сложно? Сложно ровно по одной причине. Как известно, главный принцип медицины не в том, чтобы вылечить, а в том, чтобы хотя бы не навредить. И вот с этим большая проблема. Дело в том, что вообще фармакология по сути своей, с тех пор, как она стала рациональной наукой, более или менее, она играет на различиях между теми агентами, которых мы хотим истребить, и нашим собственным организмом. В этом смысле антибиотики – это относительно просто. Потому что бактериальные клетки отличаются от клеток нашего организма целым рядом генов, целым рядом путей молекулярных. И мы можем нарушать эти молекулярные пути, убивать бактерии и при этом почти не вредить клеткам нашего собственного организма. Уже с паразитическими червями, например, ситуация более сложная, потому что они уже… Они черви, они тоже эукариоты. У них уже гораздо больше они похожи на нас, чем бактерии. И, так сказать, разрабатывая лекарства против каких-нибудь паразитических червей, фармацевт обязательно должен принимать во внимание, чтобы не повредить каким-то собственным клеткам нашего организма. Но, опять же, это тоже не очень большая проблема, потому что все-таки, ну, кто у нас в основном паразитические животные – это черви, некоторые членистоногие, они, так сказать, тоже относительно сильно от нас отличаются. Но раковая клетка, хотя в ней есть мутации, нарушения и так далее, глобально очень мало отличается от здоровой клетки. Нет проблемы убить раковую клетку. Сходу я вам могу предложить множество веществ, которые гарантированно убьют раковую опухоль в организме. Проблема в том, что организм они тоже убьют. Цианид прекрасно убьет раковую опухоль вместе с организмом. Пути обмена веществ, пути молекулярных взаимодействий у раковой опухоли лишь незначительно отличаются от наших, от путей здоровых клеток. Поэтому действительно фармацевтам, биологам, предлагающим лечение для опухолевых клеток, приходится очень сильно изощряться, ища вот эти минимальные различия, пытаясь на них играть, чтобы все-таки и все-таки даже самые лучшие, самые прогрессивные методы химиотерапии, они стаются высоко токсичными именно из-за этого неуничтожимого сходства между раковыми и нормальными клетками. Это большой вызов для науки и большая проблема для медицины. Ну, заканчивая нашу обзорную лекцию, мне бы хотелось сказать о раковых клетках что-то хорошее. Конечно, рак это болезнь, конечно, рак это проблема, но на каком-то глубоком уровне в проблеме в самой находится и зародыш ее решения. Я должна сказать, что без раковых клеток не было бы современной молекулярной биологии. И не только в том смысле, что молекулярная онкология является, конечно, одной из самых быстро развивающихся и хорошо финансируемых областей наук, а в таком гораздо более прямом смысле. Смотрите, в чем проблема вообще у биологии, как у науки? У биологии, как у науки, огромная проблема с воспроизводимостью данных. Очень легко, не очень легко, но тем не менее. Химикам легко, физикам относительно легко. Вот у вас чистое вещество для анализа, и это, я не знаю, чистая соляная кислота в определенной концентрации. Вот эта соляная кислота в определенной концентрации будет проявлять абсолютно одни и те же свойства, если вы ее будете использовать в лаборатории, я не знаю, в Новой Зеландии, в Москве, в Нью-Йорке, где угодно. Если вы возьмете брусок чистого металла, его определенного металла, определенного радиуса, диаметра, его электропроводность и так далее, тоже будут совершенно не зависеть от того, где вы находитесь. То есть физические, химические объекты, они поддаются высокой степени стандартизации. С биологическими объектами засада. Вот делаете вы эксперименты на мышках, и делаю я эксперименты на мышках, но ваши мышки и мои мышки, это не одни и те же мышки. У них были разные мамы и папы, у них чуть-чуть разные гены, они содержались чуть-чуть в разных условиях, и уже все плывет. Еще хуже с клетками. Вы сделали что-то на каких-то человеческих клетках, я сделал что-то на каких-то человеческих клетках. Опять же, где стандарт, как нам наши с вами результаты сравнивать. И это было огромной проблемой для биологии, пока не появились линии, клеточные линии. Пока не стало возможным получать клеточные линии, чтобы все лаборатории работали относительно стандартным клеточным материалом. И сейчас в любой статье по молекулярной биологии, которую вы прочитаете, в ней будет указано обязательно не только там, какими реактивами пользовались люди и так далее, а на какой клеточной линии они делали свои эксперименты, чтобы другие люди могли их повторить. И вот клеточные линии, это, собственно говоря, прирученные раковые клетки. Почему нельзя использовать здоровые клетки? Потому что я уже говорила, здоровые клетки делятся ограниченное число раз. То есть здесь и сейчас я могу поставить эксперимент на здоровых клетках, но вы через год не сможете его повторить, потому что этих клеток больше нет. Раковые клетки способны делиться бесконечно. И с возможностью их размножать в искусственной среде, молекулярная клеточная биология обрела действительно второе дыхание. И вот первая клеточная линия, бессмертная линия клеток получила название Хеля по имени вот этой молодой женщины. Она умерла всего 31 года от роду, который звали Генриетта Лакс. У нее была опухоль матки, шейки матки. И это была не первая попытка ученых заставить. Даже не каждая раковая клетка, то есть раковые клетки способны делиться бесконечно, но мы не способны для всех раковых клеток создать условия, чтобы они в лаборатории делились бесконечно. То есть есть свои нюансы между бесконечным делением внутри организма и бесконечным делением в пробирке. Вот у клеток из опухоли Генриетта Лакс оказалась вот эта замечательная особенность. Они очень хорошо делились, что называется, в пробирке и стали основой для линии клеток Хеля, которая используется до сих пор во всех лабораториях. Она была получена в 51 году, то есть ей уже больше 70 лет, и она используется до сих пор во всех лабораториях. Общий объем этих клеток составляет несколько тонн. Ее используют для получения различных лекарств, для тестирования различных лекарств, для изучения рака и так далее. То есть современная биотехнология невозможна без клеточных линий, современная наука невозможна без клеточных линий, а клеточные линии – это прирученные раковые клетки. И, как ни странно, раковые клетки помогают нам лечить рак. Очень много современных лекарств, о которых мы будем говорить, основаны на антителах, на использовании антител. Антитела – это белки, которые синтезируются нашей иммунной системой. Совершенно не буду сейчас вдаваться в детали, откуда они берутся и что они делают, но нам важно то, что антитела способны распознавать чужеродные белки. Что такое чужеродный белок? Это любой чужой белок. То есть потенциально мы можем получить антитела к любому белку. Берем любой человеческий белок, колем его мыши, для мыши он чужеродный, и получаем антитела. Если это какой-нибудь раковый белок, получаем антитела, которое способно связывать раковые клетки. А дальше уже делать техники, вешать на это антитело какие-то лекарства и так далее. Про это мы отдельно поговорим. Но в чем проблема? Проблема в том, что укололи вы мышь, выделили у нее клетку, которая синтезирует это самое антитела, но сколько из той мыши вы этих клеток выделите, и сколько она у вас в пробирке этих антител насинтезирует? Ответ немного, потому что будут эти клетки делиться ограниченное число раз. Но два замечательных человека, Жорж Келлер и Сезар Мельштейн, догадались, что можно вот эти короткоживущие клетки, производящие нужные нам антитела, попытаться объединить с раковыми клетками, способными делиться бесконечности. И это дало начало технологии производства моноклональных антител, и вся современная фармакология на них стоит и стоять будет в ближайшие десятилетия. Так точно. И большинство передовой таргетной терапии рака, про примеры, которые мы будем говорить в нашем курсе лекции, в том числе, она связана с использованием моноклональных антител. А уж сколько методов диагностики и всего прочего с ними связано, я даже и упоминать не буду, это тоже сейчас мощнейший метод, мощнейшее средство в современной молекулярной биологии. То есть рак это очень плохо, но мы такие умницы, что даже из него научились извлекать пользу. На этом я заканчиваю нашу лекцию. Хочу напомнить, что следующая наша тема будет посвящена, собственно говоря, мутациям при раке, анкоденам, регуляции клаточного деления, и мы начнем разбираться с тем, как же все-таки работают разные виды терапии при рака, что такое химиотерапия, как работают некоторые разновидности таргетной терапии на основе PARP-ингибиторов и так далее. Я также хочу напомнить, что у нас в ходе лекции есть одна открытая лекция, не открытая, простите, свободная лекция, в том смысле, что пока еще открытая тема, которая будет основываться на ваших пожеланиях. Сейчас мы будем обсуждать ваши вопросы, и если у вас есть какие-то пожелания, какие-то темы, которые не освещены в имеющихся темах, в имеющемся плане лекции, то, пожалуйста, присылайте ваши предложения, я их обязательно учту. Ну и, конечно, у нас нет никаких обязательств, и вы можете просто прийти на следующую лекцию, но я бы все-таки советовала перед этим выполнить что-то вроде на маленького домашнего задания. Мы будем говорить о мутациях, мы будем говорить о молекулярной биологии. Я подозреваю, что у всех слушателей очень разный уровень. Кто-то, может быть, не вспоминал молекулярную биологию со школьной скамьей. Повторите вот эти вот основные термины. Что такое гены? Какие бывают аллели генов? Как относятся друг с другом ДНК, РНК и белки? Какие бывают мутации? Что такое центральная догма молекулярной биологии? Как устроена клетка и как в общих чертах протекает клеточный цикл? Я всех этих тем коснусь, но, естественно, я коснусь их очень бегло. И вам будет сложно понять, если вы совсем-совсем давно с этими темами не соприкасались. То есть не поленитесь, загляните в Википедию, сделайте домашнее задание, и тогда вам будет интересней и легче понять то, о чем мы будем говорить на следующем занятии. Ну, продолжение следует, а сейчас я буду рада ответить на ваши вопросы. Первый вопрос, пожелание. Хотел бы побольше узнать про методику NGS. Ну, New Generation Sequencing напрямую, конечно, это более широкий метод, не имеющий прямого отношения к раку. Но, тем не менее, да, он используется для диагностики и в раке тоже хорошо. Я немного остановлюсь на этом вопросе, когда мы будем говорить о примерах молекулярных разновидностей рака. Думаю, что это будет как раз на примере рака молочной железы, поскольку он очень, наверное, наиболее хорошо изучен с этой точки зрения. Я постараюсь привести примеры того, как секвенирование, РНК-секвенирование позволяет уточнить диагноз. Ну, то есть у нас есть общий диагноз рак сморочной железы, позволяет уточнить молекулярный диагноз и подобрать более подходящую терапию для каждого пациента. Но, в принципе, это немножко NGS, это, конечно, немножко шире, чем онкология. То есть его используют и в онкологии в том числе, но, в общем, этот метод гораздо более широкого применения. В следующий раз мы будем говорить о самых-самых основах трансформации клеток из нормальных в раковых. Именно что происходит с генами этих клеток, какие бывают мутации, почему одни мутации вызывают рак, а другие, слава богу, нет. С чем это связано и какие перестройки в геноме сопровождают перерождение нормальных клеток в раковые. И как мы можем в некоторых случаях использовать эти перестройки для того, чтобы более эффективно бороться с опухолями. Обо всем этом будет наша следующая лекция. Слушатели пишут спасибо, очень интересно. Спасибо, это очень приятно. Но вопросов пока нет. Хорошо. Ну, будем считать, что все настолько исчерпывающе и ясно. Но готовьте вопросы на следующий раз. И мы обязательно обсудим, если какие-то появились недоумения, если что-то было не до конца понятно. И если у вас появятся какие-то предложения и пожелания к тому, о чем бы вы хотели услышать и поговорить на последней лекции, обязательно поделитесь с нами вашими соображениями. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok